Всем привет! Меня зовут Алекс, это канал Alex Skinner Toys. Сегодня у нас обзор новых маджиков о Диагостини. Коллекция игрушек по российскому мультсериалу Кошечки-собачки. Откроем целую коробку, будет интересно. Ставь лайк и поехали! По-моему это первая серия у маджиков, вышедшая по какому-либо мультику. В коробке всего 12 вот таких пакетиков. Непривычные пакетики для маджиков. Только надпись напоминает нам, что это маджики. Так, вроде есть насечка на пакетике. О, игрушка большая. И есть большой вкладыш. В коллекции всего 12 фигурок, прям как в коробке пакетиков. Интересно, соберется ли вся серия с коробки? Было бы круто. Кто у нас тут есть? Дэн, Оскар, Вики, Буся, Борис, Адам, Марта, Нона, Жоржек, Мия, Фил и Алиса. Четыре фигурки могут светиться в темноте, а остальные меняют цвет в зависимости от температуры. Как обычно маджики со спецэффектами. Кошечки-собачки. В небольшом красивом городе, в своих уютных домиках, живут семьи кошечек и собачек. Все они добрые, веселые и трудолюбивые. Каждый занимается своим любимым делом. Смотрели этот мультик? Напишите в комментариях, понравился он вам или нет. А еще давайте устроим голосование в комментах. За кого? Если за кошечек, напишите в комментариях кошечки. Если за собачек, собачки. Аликс, конечно, за кошечек. И первым не выпадается Борис. Его семья – жена Рита и сын Жоржек. Семейное дело – ферма. Про каждую фигурку есть описание. Это здорово. Посмотрим теперь на саму игрушку. Вот такой пучеглазый фермер. Джинсом в комбинезоне, красной рубахе и красных ботинках. У ботинок даже шнурки сделали. Борис – это собачка. И порода он, скорее всего, бульдог. Правда ведь похож. Фигурка пластиковая. Хотя было бы прикольно, если бы игрушки сделали бархатными. Кошечкам-собачкам это бы очень пошло. Борис может менять цвет в зависимости от температуры. В конце выпуска обязательно это проверим. В принципе, игрушка сделана неплохо. Откроем следующий пакетик. Здравствуй, я Нона. Её семья – муж Марк, дети-близнецы, дочь Мия и сын Дэн. Семейное дело – супермаркет. Пока нам попадается только взрослое поколение из собачьих семей. Эта фигурка очень яркая. Мне нравится больше, чем предыдущая. Кстати, глаза у Ноны точно такие же, как у Бориса – голубые. По породе это, скорее всего, шпиц. Но я могу ошибаться. Как вы думаете, кто это? Напишите в комментариях. А ещё она мне очень напоминает лису. Хвост бы ещё пушистый добавить, один в один была бы. Но Нона стоит и как будто о чём-то мечтает. Даже глазки у неё блестят. Эта игрушка тоже меняет цвет в зависимости от температуры. Светящийся пока не попадается. Привет, я Мия. Как и моя мама, я очень люблю модно одеваться. А ещё мне очень нравится балет. Ведь он сочетает все красивые движения и потрясающий наряд. Когда я вырасту, я хочу стать настоящей балериной и выступать на большой сцене. Мия, кстати, это дочка Ноне. Но они очень похожи. Кстати, вот Мия ещё больше мне напоминает лисичку. Юбка у Мии слегка обтёрлась. Но это, скорее всего, из-за того, что она может менять цвет в зависимости от температуры. Потом проверим. На голове у неё прикольный бантик. И она машет нам лапкой. О, кстати, глаза другого цвета, чем у предыдущих фигурок. Хоть что-то поменяли. Пока попадаются сплошные собачки. Где же кошечки? Здравствуй, я Фил. И опять собака. Мне нравится всё чинить. В этом моя дочка Вики очень похожа на меня. Иногда мы вместе разбираемся, как и что устроено и где что нужно починить. А ещё я обожаю свой мотоцикл и передвигаюсь исключительно на нём. Семейное дело автомастерская. И снова попался пёс. А теперь веслоухий. И породован, скорее всего, лабрадор. Как вы думаете, прав я или нет? А вот ботинки, похоже, они с Борисом в одном магазине покупают. Правда, зашнуровывают по-разному. У Фила, скорее всего, будет менять цвет его рубашка. Но я очень хочу посмотреть на котиков. Я же за них голосовал. А вот и первая кошечка. Привет, я Алиса. Мои родители владельцы отелье. Мне очень нравятся новые образы, которые они для меня создают. Я обожаю играть на рояле, петь и, конечно же, организовать представления. Мы с друзьями нередко устраиваем их для обитателей нашего городка. Алиса самая маленькая фигурка. Белоснежная кошечка с рыжими глазами. И эта фигурка, кстати, может светиться в темноте. Обязательно сейчас это проверим. У неё интересный наряд. Юбка в звёздочку на подтяжках. И под ней какая-то розовая блузка. С кружевами. Как выяснилось, светится у этой кошечки только её юбка. Жалко. А я думал, вся фигурка будет светиться. Было бы круто. Так, собачки у нас справа, кошечки будут слева. Здравствуйте, я Марта. Я кондитер. Во все свои блюда я вкладываю душу и любовь. Поэтому наша выпечка считается лучшей в городе. И мне очень нравится, когда Буся и её друзья присоединяются ко мне на кухне. Тогда у нас получаются просто волшебные рецепты. Какой-то взгляд у Марты грустный. Глазки зелёные, таких ещё не было. Кошка очень упитанная. И судя по окрасу, напоминает мне Гарфилда. Может, они родня? Так как Марта всегда трудится в пекарне, она одета в фартук и в варежки, чтобы не обжечься, а противень. В голове у неё одни пирожки, наверное. Сейчас, наверное, придумывают новый рецепт. Эта фигурка меняет цвет. Привет, я Вики. Самое интересное для меня, что-то чинить или изобретать. Люблю, когда всё вокруг работает исправно, а ещё больше, когда можно что-то улучшить. У меня всегда с собой гаечный ключ и отвертка, поэтому никакие сложности мне не страшны. Не часто встретишь автомеханика-собачку, да ещё и девчонку. Смотрите, какой у неё деловой вид. Загоняйте эту тачку, всё починю. Какие-то значки у неё на комбинезоне. Бандана шикарная, со звёздочками. Продукт геи её отверткой, гаечный ключ, с которыми она никогда не расстаётся. Могли бы и добавить в руку, было бы круче. Кстати, эта игрушка светится в темноте. Пойдём проверять. Вначале подумал, что вообще фигурка не светится. Но присмотревшись, увидел, что у неё светится бандана. Хотя довольно слабенько. Так, собачки у нас здесь. Привет, я Буся. Я просто обожаю готовить разные вкусности. Мои родители, владельцы пекарни. Они научили меня очень многому. Я люблю, когда нам поступает заказ на торт или большой пирог. И тогда я могу помочь маме украсить его кремом или посыпкой. О, первая кошка, которой нарисовали усики. Так получше смотрится. Чем, например, её мама. Она, наверное, уже усы опалила себе в пекарне. А Буся ещё не успела. Да и наряд у неё какой-то не для пекарни. Юбка и топик. На топике клубничка нарисована. В таком только на дискотеку ходить. Эта фигурка может светиться в темноте. Давайте проверять. Буся что-то совсем не светится. Ну, может быть, эту фигурку надо дольше на свету подержать, чтобы зарядилась. Здравствуйте, я Оскар. Я работаю водителем школьного автобуса и каждое утро отвожу детей в школу. Мне нравится делать наши поездки весёлыми, поэтому я много шучу, пою песни вместе с ребятами и рассказываю истории. А кем хочешь стать ты, когда вырастешь? По-моему, это самая огромная фигурка в коллекции. Работа у Оскара сидячая, поэтому он так и отъелся. Смотрите, какое брюхо у него. Одет в костюмчик с галстуком. Настоящий водитель. Даже значок есть. Скорее всего, это приз. Лучший водитель года. Усы нарисовали этому коту. Ещё мне нравится его окрас. Такой коричнево-белый. На шоколадку похож. Эта фигурка меняет цвет в зависимости от температуры. В конце всё проверим. Ну что, кошечки потихоньку догоняют собачек. Здравствуй, я Адам. Я Папа Алисы. Моё призвание – придумывать восхитительные наряды для всех вокруг. Больше всего меня вдохновляет моя любимая семья. Ведь нет ничего чудеснее, чем видеть восторг близких от созданной мной для них одежды. По яркому и интересному наряду сразу видно, что этот белый кот – дизайнер. Да и глаза, смотрите, у него какие странные. Фиолетовые. Линзы, наверное, носит. Пиджачок у него с подлокотниками. А брюки с наколенниками. Ещё забавная бабочка. Арбузная. Привет, я Жоржа. Обожаю нашу ферму. Для меня самое лучшее – это проснуться пораньше и помогать папе собирать яблоки в саду или ухаживать за нашими растениями. Хоть я и не очень высокий, но уже умею водить трактор, который с лёгкостью управляю. Кстати, заметил интересную штуку. Например, у Марты на картинке есть тортик, а у Бориса лопата. А в действительности ничего у них нет. Жоржик – очень милый бульдожик. Машет нам лапкой. Сразу видно – очень маленький. Голова ещё больше тела. И они очень с папой похожи. Пропятна у них на разных глазах. Последний пакетик остался. Похоже, с коробки соберётся вся коллекция. Привет, я Дэн. Я уже довольно взрослый, поэтому с радостью помогаю родителям в их супермаркете. Я обожаю гаджеты и технические новинки. А ещё мне иногда трудно оторваться от новой игры. Так сильно я увлекаюсь. У меня тоже такое бывает. Вот ещё одна игрушка, которая на вкладыше изображена по-другому. У Дэна должен быть самокат. А в действительности нету. Эта фигурка светится в темноте. Обязательно проверим. Ещё один из семейства шпицов. О, прикольная у неё майка с джойстиком. Радуется Дэн тому, что выиграл в очередной игре. Пойдём проверим тебя на флоресцентность. У Дэна оказался джойстик с подсветкой. Ну что, давайте теперь проверим остальные игрушки. Как они меняют цвет в зависимости от температуры. Что-то Дэн неустойчиво стоит. Надо его подправить. Пойдёт. Начнём с пёсиков. Тут холодная вода. В холодной ничего не происходит. А в горячей... Что-то произошло. Юбка побелела у собачки. Опускаем обратно в холодную. И снова стала синей. Так, теперь пёсик. Сразу в горячую его. О, майка сразу стала жёлтой. Прикольно. И обратно красной. Пёсик пока мне больше нравится. Так, не падать. Следующая собачка. Белоснежный костюмчик получился. И возвращаем розовые штаны. Синяя тяжёлая краска. Долго белеет. Но в холодной быстро принимает свой свет. Следующий пёсик. И у него побелела рубашка. Снова розовый стал. Белый кошара. О, у него штаны жёлтенькие стали. И снова красный. Теперь самый пухлый кот. У него пожелтел пиджак. И снова принял свой привычный цвет. И последняя кошка. Пекарь. Фартук стал белым. Пожелтел. Все игрушки отлично меняют цвет. Вот такие классные кошечки-собаки в новой коллекции Диагастини. Игрушки сделаны хорошо. Жаль только без аксессуаров, как на вкладыше. Спецэффекты работают. Только вот светятся в темноте слабовато и маловато. В целом мне понравилось. А как вам эта серия маджиков? Какие фигурки понравились? Будете собирать? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пючайку. Сегодня без сладкого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok